Делается каждый день, работаю. У меня люди занимаются каждый день этим. Директор центрального стадиона решил продемонстрировать состояние футбольного поля журналистам. По его словам, на нем провели все необходимые мероприятия. Обогрев, обработка удобрениями и дополнительный подсев травы. Так что сейчас оно полностью готово к принятию игроков. Здесь были инспектора РФПЛ, которые смотрели состояние нашего газона. Оно их полностью устроило. Это ирландец, который здесь тоже был с инспекцией газона. Он практически три часа очень досконально, очень скрупулезно все смотрел. Сказал, что на этом футбольном газоне даже на тот момент, на 20 марта, играть можно. Готовность газона немало обрадовала фанатов Рубина. По их мнению, играть вторую игру с Челоси Рубин должен никак не в Москве, а дома. Причем их инициативу поддерживают и представители других фан-клубов спортивных команд Казани. Они уже начали собирать подписи и написали открытое письмо президенту УЕФА с просьбой инициировать повторное рассмотрение вопроса о месте проведения матча. Болельщики не должны терять такой топовый матч и ехать в другой город. Мы хотим, чтобы она была дома и ее поддержали как можно больше народу. Я думаю, если будет игра в Казани, то это гарантированно будет, потому что такой матч впервые в истории. Между тем, как заявил один из участников фан-движения, их идею поддерживают также и представители фанатов команды Челси. По заверению руководителя стадиона, погодные условия на состояние поля уже не повлияют. Алина Рафикова, Талгат Бегимов, Телеканал Эфир.